Сегодня аппаратное совещание было. Управление сельскохозяйства докладывало. Фактически все вопросы отработаны. В течение зимы мы ремонтировали технику. Более 370 тракторов будет участвовать. Из них более 50 – это современные энергонасыщенные, 500, 600, 650 лошадиных сил, Челленджеры, Нью-Холланда, Джон-Диры. Вот такие большие трактора. 18 у нас современных пассивных комплексов есть. Около 500 человек будут участвовать. Обязательно мы уже третий год ставим вопрос формирования, комплектования вот этих 50 энергонасыщенных тракторов двумя-тремя механизаторами, чтобы круглые сутки эти тракторы у нас работали. Мы опыт уже имеем. Я думаю, в этой части нам уже будет легче. Около 40 тысяч гектаров пассивной площади по Зерновым. Мы сохраняем такой объем. С осени все земли были испаханы. Где надо углублять? Мы углубили. Фактически более 35 тысяч гектаров земли мы углубили. Я думаю, третий год занимаемся углублением. В этом году будет уже фактически все пошли. Будет оборот дан. Один круг по углублению это будет на следующий год задел хороший. Под свеклу мы обработали два раза. Даже с вынесением минеральных удобрений на глубину 30-35 сантиметров до 38 бывало. В течение зимы было закуплено минеральных удобрений. На сегодняшний день я уже говорил более 110 килограмм действующим веществом на один гектар. Это первый показатель по республике. Но накопление минеральных удобрений будет продолжаться. Зимой возили куриный помет. Это органика, перегнившая из челнобройлера и нижнекамской птицефабрики. Мы уже заканчиваем последние поля. 100% паровые поля будут засеяны сидератами и во время заделки сидератов будет вынесено на каждый гектар из-за расчета 8-10 гектар органики. Примерно вот эта биологизация, мы так называем, даст возможность накопить в почве до 250 килограмм действующем веществе полезных веществ. Примерно в переводе на удобрение это 250 килограмм действующем веществе. Я думаю, это гарантия будущего урожая и гарантия будущего озимого клина. Озимой клин по докладу специалистов огранов сохранился. Значит, все 13 тысяч гектаров неплохо всходят после зимовки. Вот мы сегодня дали старт, значит, работе весеннепылевым работам. Так называемые новые современные туманы у нас закуплены в этом году впервые. Мы не будем применять в этом году авиацию. Вот поэтому и новшество этого года мы половину площадей озимого клина подкормили осенью. Когда погода была хорошая, октябрь-ноябрь, это позволяло после заморозков, чтобы удобрение не работало, значит, чтобы она сохранилась до весеннего. Это будет и новый эксперимент для нас, это будет новое. Если она получится, мы будем применять ее в следующие годы. Значит, как так, как и в прошлом и позапрошлом году, значит, обеспеченность техники неплохая. Мы ставим задачу никаких ранних, поздних культур, какое поле, значит, созревает, заходим сеем. Вот задача такая. И, конечно же, максимально ранний пассив, чтобы мы могли раньше убирать. Значит, я думаю, значит, и по материальной части зарплата, авансы у нас выданы. Вот на этой неделе мы обычно перед пассивными, значит, уже третий год подводим итоги работы предыдущего года. Из положений материальных заинтересованностей, значит, по холдингу, значит, примерно 37-38 миллионов начисляется премии. И львиной доли этой суммы, значит, будет попадать механизаторам, специалистам заинского района. Это очень, конечно, так, хорошая вещь. И механизаторы, и специалисты знают, на что работают. Я думаю, все будет благополучно. Мы занимаемся, начинаем работать. Хайрель Сагате, добрый путь! Продолжение следует...